у меня получилось но тем не менее я думаю что мы потихонечку начнем хотя узок круг этих людей но тем не менее мигран нельсонович ты в принципе готов будешь сейчас загружать готов сейчас могу видно да видно только на начало сегодняшний доклад по применению проективной геометрии представит мигран нельсонович георгия доцент нашей кафедры и мы с удовольствием послушаем что он расскажет пожалуйста мигран нельсонович да добрый день у меня доклад скорее методологического характера потому что сейчас как я скажу мотивацией вообще этой работы было написание пособия которые потом надо переработать что-то более объемное в монографию пособие для курса компьютерная геометрия для второго курса раньше этот предмет был на четвертом курсе сейчас его перевели на 2 для укрупненных специальностей и это накладывает ограничение на материал который можно студентам подавать и способ преподнесения этого материала то есть должно быть довольно просто когда этот курс был на четвертую для четвертого курса читался то там основной материал был посвящен сплайном потому что он шел после дифференциальной геометрии естественно было рассказывать про кривые но в процессе нескольких лет которые этот курс придумал лабораторный подбирал материал мне накопилось довольно много материала по более с одной стороны простым вещам но с другой стороны не сказать чтобы более легким с математической точки зрения и потом сплайны все-таки это по большей части инженерная графика здесь студенты это не инженерных специальностей поэтому им ближе будет что-то более общее общего плана трехмерная двухмерная графика чтобы переработать курс нужно было учитывать во-первых как я уже сказал знания студентов они только первый курс прошли то есть основные предметы что они успели изучить это линейная алгебра может быть какие-то части аналитической геометрии и мат анализ вот основные их предметы которые в этом курсе могут понадобиться ни дифференциальных уравнений ни дифференциальной геометрии они еще не проходили поэтому на них основываться не получится нужно или объяснять заново или как-то избегать в процессе изучения различных пособий которые посвящены компьютерной геометрии ну математическим основам компьютерной графики вот так более понятно будет сказано выяснилось что и процессе изучения различных библиотек программ выяснилось что там активно применяется проективная геометрия это можно сказать стандарт в этой области никто не работает просто в трехмерном нефтлидовом пространстве обязательно это с добавлением проективных свойств про пространство ну и плюс используются метрические свойства но в том числе и проективные тоже и еще отличительная черта что используется именно аналитический подход я на этом попозже остановлюсь и что странно было для меня это оказывает оказался недостаток литературы в этой области именно с акцентом на проективную геометрию о которой везде написано что это важно и во всех наверное прослушал также несколько выступлений но не несколько довольно много выступлений с конференции различных разработчиков и там было много докладов в к в котором про важность проективной геометрии говорилось но при этом в пособиях здесь некоторые некоторые лакуны есть причем пособие и на английском языке тоже сперва про некоторую терминологию можно различать три области это компьютерная геометрия это математические основы то есть в этой дисциплине никто не думает как правильно по пикселям рисовать прямые чтобы они гладко выглядели или каким цветом закрашивать какой пиксель это исключительно в этой области математические задачи решаются то есть мы не думаем как мы будем технически это рисовать мы просто работаем с формулами а как они будут реализованы это не проблема компьютерной геометрии уже возможно только вот некоторые вычислительные моменты где например неустойчивость какая-то происходит или я тоже один пример приведу вот эти моменты могут рассматриваться а все что касается алгоритмов их реализация это все относится к компьютерной графике где упор уже больше на программирование на алгоритмы и на какие-то аппаратные устройства также иногда можно встретить название вычислительная геометрия не уверен что это именно что-то отличное от компьютерной геометрии но в том учебнике единственном который так называется на русском языке математических выкладок минимум и в основном все в виде алгоритмов поэтому мне сложилось впечатление что так называют именно область где упор делается на алгоритмы без особой математики и вот поэтому вот такие три термина будем различать и говорить будем именно о математической основе компьютерной графики в несколько слов про области компьютерной графики во первых это двухмерная графика то есть принципе вот все что мы видим на экране обычно когда компьютером используемся это элементы интерфейса шрифты какие-то анимации по перемещению там можно довольно важная область но сравнительно простая потому что это двухмерная геометрия и в этой области редко используется именно проективная геометрия потому что в принципе нет надобности в перспективе есть все плоское далее идет трехмерная полигональная графика это графика где все модели сформируются из многоугольников но настоящее время в основном из треугольников и основными элементами являются грани ребра и вершины то есть точки то есть если с геометрической точки зрения то точки прямые и плоскости трехмерная сплайновая графика это больше в инженер инженерная графика здесь уже поверхности формируется с помощью кривых сплайнов для компьютера очень сложная задача вычислять это все в реальном времени поэтому в основном такая графика используется и такие вот вычисления используются в качестве храни хранение моделей а когда необходимо в реальном времени что-то показывать анимировать что эти модели конвертируются полигональные вот так же есть в принципе так как задача компьютерной графики это моделирование мира который мы видим вокруг себя то здесь большие очень пределы в которых можем улучшать представление и поэтому в принципе если хочется повышать уровень реалистичности тут здесь можно задействовать практически всю физику оптику и многие области и математики в принципе тут безграничное поле для улучшений но самая распространенная область физики это именно геометрическая область геометрическая оптика потому что для того чтобы создавать трехмерные реалистичные изображения обязательно надо учитывать освещенность поэтому вот методы основанные на испускание лучей их просчетов они тоже входят в область компьютерной графики ну и физическое моделирование если хочется как-то просимулировать реалистичное поведение предметов из всех перечисленных областей то что буду рассказывать является основой именно для трехмерной полигональной графики остальные области дополнительные математические теории задействует мы будем сосредотачиваться сейчас докладе только на второй на втором пункте поподробнее про трех полигональную графику как я уже сказал здесь геометрические объекты это точки отрезки или прямые если необходимо просчитывать какие-то траектории лучей например треугольники из них складываются в принципе все полигональные модели и математика которая тут используется это естественно линейная алгебра также важны группы преобразований потому что если нужно перемещать предметы камеру то здесь используется большое количество движения линейных преобразований афинных преобразований проективных преобразований если хочется изучить это на более высоком уровне надо привлекать по не понятия теории групп чтобы как-то обобщать и более глубоко понимать что здесь происходит естественно используется аналитическая геометрия в евклидовом пространстве но стандартам стала именно аналитическая геометрия в проективном пространстве в частности даже не в частности это единственная модель которую встречал эта модель rp3 я про нее подробнее скажу для двухмерной графики принципе точки во многих системах компьютерных заменяются на комплексные числа и вся графика строится именно на комплексной геометрии компли алгебре комплексных чисел и геометрической интерпретации этих чисел для трехмерной графики часто очень используется квотернионы и более продвинутых вариантах используется еще биквотернионы они за собой тянут теорию винтов винтовое исчисление это уже более специфическая область и все это оба можно обобщить с помощью геометрической алгебры вот такие вот разделы можно выделить это исключительно для полигональной графики остальные разделы требуют каких-то своих дополнительных сведений по учебной литературе прежде чем естественно что-то писать свое было изучено вообще какая литература доступна именно по специфической области надо сказать что по по названию предмета практически ничего не находится потому что судя по всему это курс довольно новый и если просто искать машин основы машинной графики основы компьютерной графики то бы находится в основном книги именно по программированию с минимум форму по математической части есть какие-то отрывочные сведения в различных книгах но они очень ограничены на начальном уровне и из того что было найдено вот перечислено где-то 6 книг которые в точности подходят под содержание этого предмета этого курса самая наверное полезная и информативно это вот первое Роджерс Адамс хоть тут и написано что это 2001 год оригинал вышел в восьмидесятых семидесятых годах двадцатого века вот вместе вот наверное с этой которая под вторым номером в ней меньше именно математической части но есть некоторые специфические вещи которые довольно полезны третье основное упор именно на программирование но есть и какая-то математическая часть из отечественных авторов можно выделить только три остальные больше не было никаких пособий найдено только различные методички которых в основном описана работа с разными программами но не математические какие-то не математический аппарат 4 вот и под номером четыре голованов это пособие по инженерной графике в основной упор делается на сплайны 5 наверное наиболее проработанное пособие но опять-таки в нем есть недостаток которыми я позже скажу во всех этих перечисленных книгах есть существенный недостаток и шестое тоже довольно информативные информативное пособие но также этим недостатком обладает и потом на мой взгляд авторы немножко увлеклись и во второй половине книги начали пересказывать просто физику механику твердого тела описывая вращение и так далее есть некоторые книги которые близки по тематике вот я их перечислил на например во второй боресков упор опять сделан на программирование и сожалению все книги где делается какой-то упор на программирование они страдают от примитивизации именно математической части такое чувство авторы боятся просто какие-то формулы в книгу добавлять первая книга авторов там опять пятеро по моему обрезалась она именно по вычислительной геометрии и прямо как в названии написано там именно алгоритмы и приложения тоже нету математической части в общем по компьютерной графике литературы очень много но она в основном посвящена или какой-то технологии типа open джейл вулкана директ x или каком-то прикладном обеспечению типа редакторов трехмерной графики то есть просто рассказывается как пользоваться программа и делать те или иные вещи и в основном во всех таких книгах очень как я уже несколько раз повторил слабая математическая составляющая одна книга недавно как раз вышедшая это то что я указал вот здесь орланд математические алгоритмы но несмотря на ее толщину очень много в ней воды так ну теперь перейду к теме доклада это была мотивация и поясню какая какая какие лакуны во всех этих пособиях были найдены почему проективная геометрия нашла свое применение в компьютерной графике но довольно естественно потому что с древних времен еще люди пытались изображать окружающий мир наиболее реалистичным образом и появилось понятие перспектива наибольшее считается что развитие этого приема получилось свое начало в эпоху возрождения но некоторые следователи говорят что и раньше тоже были зачатки вот понятие по понимание перспективы математической математической модели перспектива изначально появилась именно в изобразительном искусстве и передавались навыки ее применения как именно ремесленные навыки то есть как способ изобразительного искусства архитектуры живописи математическая теория стала развиваться именно с появлением проективной геометрии это французские математики дезарк пенсилье шаль а затем и немецкие математики но и французы тоже там участвовали в мебиус штат немецкий математик плюкер клейн это уже более это более уже современное развитие мы в основном будем как раз говорить о том аппарате который развивал плюкер клейн и после них ученые и естественно так как компьютерная графика по сути своем своей делает то же самое что и художественное искусство то есть пытается изобразить трехмерный окружающий мир на плоском мониторе то естественным образом были переняты те приемы которые использовались в живописи а потом уже в инженерном деле были переняты компьютерной графикой и начали использоваться уже в автоматизированном режиме чтобы можно было тоже реалистично показывать перспективу объем предметов удаленности и так далее в чем преимущество с точки зрения вычисления применения проективной геометрии самое большое преимущество в том что устраняются исключительные случаи то есть например на плоскости все прямые в проективной геометрии пересекаются если прямые параллельны то они пересекаются просто в так называемой несобственной точке или идеальной точке которая считается бесконечно удаленной если же они пересекаются в обычном смысле то точка пересечения называется собственной и является обычной точкой которые привыкли еще одно преимущество что в проективе при переходе к проективной геометрии можно заменить афинные преобразования линейными это удобно и с вычислительной точки зрения и с математической потому что все сводится к манипуляцию с матрицами и векторами хорошо вычисляются именно на графических ускорителей поэтому это и с точки зрения программирования оптимально и с точки зрения аналитических выполнений в чем трудность применения аналитической геометрии не аналитическая проективной геометрии и в чем сложности изложить ее в том виде в котором она нужна для вот этого предмета компьютерная геометрия студентам которые только на втором курсе учатся сложности надо сказать что и существует два подхода первый называется синтетический он хорошо знаком потому что в упрощенном виде со школы мы его изучаем этот в этом подходе сперва вводят первичные понятия потом набор аксиом а потом уже путем доказания различных доказательств формулирует и доказывают теоремы утверждения и таким способом изучают заданную геометрию аксиомы формулируются исходя из какого-то здравого смысла и алгебра используется минимально больше используется именно рассуждение в одной книге было сказано что думать приходится меньше больше а чернил уходит меньше в таком афористическом виде аналитический подход он тоже в принципе знаком со школы но в урезанном виде в более продвинутом он уже изучается он сложнее для освоения то есть есть синтетический подход принципе понятен и он требует только можно сказать усидчивости и абстрактности мысления то аналитический подход в некоторой степени более прост но в то же время требует еще большей абстрактности потому что мы уже переходим от каких-то геометрических построений к абстрактным алгебраическим но для применения проективной геометрии он безальтернативен потому что нам необходимо свести задачи именно к вычислениям то есть записывать грубо говоря форму да еще надо сказать что современный подход предусматривает бескомпонентную запись формул и это хорошо согласуется с именно с реализацией в виде программ потому что современные процессоры обеспечивают эффективную векторизацию и сама программа становится проще если нам можно если нам нет необходимости записывать компоненты а можно записать в векторном бескомпонентном виде формулу это меньше кода и меньше вероятность ошибиться в чем сложности да как надо сформу подавать проективную геометрию если мы хотим именно ее рассказывать как прикладной области используемых компьютерной графики нужно использовать аналитический подход рассказывать о геометрии именно проективного пространства не плоскости потому что она именно для трехмерной графики используется и если мы хотим какие-то более продвинутые области затронуть нужно показать связь с бикватернионами теории винтов и обобщение в к виде геометрической алгебры в чем проблема когда мы хотим вот так вот изложить проективную геометрию если мы ориентируемся на студентов 2 курса нам необходимо излагать его на довольно простом уровне и если просмотреть пособие для начального уровня для студентов 1 курса и школьников старших классов то выходит что во всех таких большинстве во всяком случае тех которые я успел просмотреть изложение ведется с помощью синтетического подхода потому что это оправдано ограничиваются проективной плоскостью потому что она наглядно у нее модель более наглядная и можно сопровождать изложение различными чертежами понятными для человека и рассуждение проводится в духе той геометрии который студент или школьник знаком еще со школы поэтому проще излагать более наглядно и плюс и математическое и если это изложение именно для математиков или физико-математических специальностей то упор делается еще на два правильность а правильное изложение но должно отказываться от метрических свойств от использования метрических свойств потому что проективная геометрия более общее и при ее изложением метрические свойства лучше не использовать в нашем же случае Мы не можем от метрических свойств отказываться, нам нужно использовать и евклидовую геометрию, то есть у нас есть метрика применительно к компьютерной графике, без метрики мы не можем обойтись. Если же мы поищем пособия, где используется аналитический подход, то в основном это будут довольно сложные книги, в основном ориентированные на студентов или старших курсов, которые уже в полный объем линейные алгебры изучили в аналитической геометрии. И там будет довольно абстрактная алгебра, которая сложно быстро подать для второго, третьего курса, ну даже для третьего курса. Интересные обстоятельства, что также обстоит дело с литературой на английском языке и в принципе основная масса пособий, которые можно найти и на русском, и на других языках, это пособия, написанные в середине 20 века. И потом существует довольно большой провал в количестве издаваемых именно учебников. Если обратиться к специализированной литературе, я сказал, что в компьютерной графике используется проективная геометрия, поэтому, наверное, в пособиях, которые есть по компьютерной графике, можно найти сведения необходимые. Но оказывается, что это не так. В основной массе книг, которые были найдены, где-то около 20, наверное, книг на английском языке, на русском языке, на русском языке только вот те, которые перечислены. Других, в принципе, нет. Ну, во всяком случае, я не находил. Во всех книгах изложение, в принципе, начинается и заканчивается только на однородных координатах. Хотя всюду в статьях каких-то, на выступлениях, на конференциях, везде упоминается, что активно используются представления и кривых, и плоскостей, и прямых в виде однородных координат. Не только точек, а в большинстве пособий вводятся именно однородные координаты для точек. Дается понимание, как нам афинное преобразование представить в виде линейного в проективном пространстве с помощью однородных координат, и на этом все заканчивается. И основная часть изложения ведется в обычной евклидовой геометрии. Исключение представляют только две из найденных книг, и на одну я сделаю особый акцент. Вот эта книга, по названию кажется, что она довольно несерьезная, потому что тут про разработку игр, но вот этот том занимает всего 195 страниц, но при этом он очень емкий. То есть здесь нету каких-либо пространных рассуждений, очень все коротко и емко излагается. Автор излагает сперва все необходимые сведения по линейной геометрии, по линейной алгебре, потом по аналитической геометрии стандартной, и в этой же главе про проективной, плюс рассказывает про преобразование движения, про кваторнионы, и в последней главе даже про геометрическую алгебру, про внешнюю алгебру. Он про геометрическое умножение только упоминает. И дает таблицу, которую я нигде более не нашел, и вводит обозначения очень удобные, которые тоже мне нигде не встречались, только вот в этой книге. Возможно, есть в каких-то статьях, но в пособиях таких обозначений я больше не встречал, а они очень удобны. И стоит упомянуть еще одну книгу, которую я нашел уже, когда доклад готовил. Вот она тут внизу указана. Здесь неожиданно оказалось, что, хотя книга 69-го года, но здесь излагают именно в той манере, которая вот сейчас принята. С введением внешнего произведения вместо векторного, как бы обобщающего. Но обозначения и термины в этой книжке отличаются. Она рассчитана вроде бы на инженеров, но математический уровень у нее выше, чем обычно бывают книги именно для инженерных специальностей. Несмотря на то, что там эти сведения вводятся, обозначения совершенно другие, поэтому довольно сложно ее использовать для преподавания. Вот таблица. Да, по итогу того, что я сказал, получилось, что стоит задача изложить проективную геометрию в такой форме, что мы должны рассказать и пояснить, как именно точки в однородных координатах представляются. И не только точки, но прямые и плоскости. И в этих терминах решить все стандартные задачи по пересечению плоскостей, прямых с плоскостями, прямых с другими прямыми. В общем, все стандартные задачи аналитической геометрии, но в терминах проективной. Вот эта таблица, это расширенная таблица из вот этой книги, которую я уже самостоятельно досоставил. И здесь она еще в урезанном виде, потому что есть несколько больших формул, которые не вылезают на слайд. Ей очень удобно пользоваться, в том числе, потому что по ней еще принцип двойственности хорошо прослеживать. Я потом в конце покажу, как. И здесь используются некоторые специальные обозначения, о которых я сейчас поговорю. Перехожу сейчас к изложению уже именно проективной геометрии в аналитическом виде. Или более правильно сказать в линейно-алгебраическом. То есть в виде формул, не в виде синтетического подхода. В компьютерной графике используется именно модель проективной плоскости. Эта модель не единственная, но самая наглядная. И в принципе ограничивается только ей на практике. Проективная, да, это проективная плоскость. Нам нужно будет проективное пространство, но проективное пространство адекватно не изобразить. Потому что проективное пространство, ее модель вкладывается в четырехмерное Декартово пространство. И четырехмерное Декартово пространство некоторые сложности с изображением естественным образом возникают. Поэтому все иллюстрации проводятся именно на проективной плоскости, которая вкладывается в трехмерное Декартово пространство. И уже можно изобразить в принципе все, что требуется. Проективная плоскость, тут изображена, нижняя плоскость на картинке, это обычно плоскость осей XY. Ось Z перпендикулярна обеим плоскостям. И ось Z традиционно называют, на следующем слайде будет, весовой осью или весом. К каждой точке проективной плоскости соответствует прямая в Декартовом пространстве. Те прямые, которые пересекают плоскость, они пересекают плоскость в единственной точке. И эта точка однозначно соответствует прямой. Есть прямые, которые лежат в нижней плоскости, они параллельны верхней плоскости и не отсекают на ней никакой точки. Такие прямые, они соответствуют направлению на верхней плоскости, которые показаны в виде синих векторов, синих стрелок. И, в принципе, мы тоже можем их записывать в виде точки, но такие точки называются несобственными, то есть лежащими где-то в бесконечности. Чтобы работать в аналитическом виде с объектами, необходимо ввести координаты. Координаты можно, в принципе, вводить разными способами, но самый простой и стандартный – это однородные координаты. Проводится плоскость параллельно плоскости x, y. Каждая прямая, которая отсекает некую точку, однозначно может быть задана вектором направляющим, не обязательно единичным. И координаты этого направляющего вектора, по сути, задают координаты точек. Ось Z обозначают буквы V и нормируют, то есть проводят плоскость именно через единицу. Все координаты определены в точности до пропорции. То есть мы можем умножать на одно и то же число и делить на одно и то же число все эти координаты, потому что мы эту плоскость, в принципе, можем двигать вверх-вниз по оси Z. Но выбирают именно единицу, и эквивалент нормировки получается. То есть мы можем в любой момент перейти к обычным декартовым координатам на плоскости, просто нормировав проективные координаты, поделив их на V. И третья координата у нас останется единица. Чтобы отличать декартовые координаты от проективных, использует значок двоеточие, показывая, что координаты определены в точности до пропорции. Интересно, что на данной картинке показано, что прямые соответствуют точкам на проективной плоскости, а плоскости соответствуют прямым. То есть я здесь изобразил плоскость в виде треугольника, чтобы легче воспринималось. Эта плоскость бесконечная, безграничная, во все стороны распространяется. И она отсекает на проективной плоскости прямую. И уравнение прямой на плоскости общее в точности соответствует уравнению плоскости в трехмерном пространстве, которая проходит через начало координат. Если мы третью координату Z условимся принимать всегда за единицу, потому что рассматриваем только плоскость, проходящую через единицу, то у нас получится в точности общее уравнение прямой или однородное уравнение прямой, если мы именно в проективной геометрии находимся. И также если мы введем нормальный прямой, то это уравнение также будет называться нормальным уравнением прямой. Обычно его называют нормальным, если мы нормальный вектор нормировали, сделали его единичным. Тогда вот в таком виде уравнение прямой оно еще геометрический смысл обретает. Компоненты при XY это компоненты единичного нормального вектора, а число D это направленное расстояние от прямой до начала координат. Это все на плоскости. И вот такой вид нормального уравнения прямой на плоскость, он в принципе вводится в обычной аналитической геометрии и обычно известен всем. А в трехмерном пространстве, если мы прямую хотим рассматривать, в трехмерном пространстве похожего уравнения нет. Для плоскости есть похожее уравнение, оно так и называется нормальным уравнением плоскости, но для прямой такого уравнения, о таком уравнении, о похожем уравнении не рассказывают. А на самом деле оно существует и называется, там даже не уравнение прямой, а прямая в координатах Плюкера записанной. Она соответствует вот тому виду, который прямая приобретает, если мы ее запишем на плоскости. А вот про координаты Плюкера очень мало материалов. В основном они упоминаются в учебниках, даже в не учебниках, в монографиях довольно сложных по алгебраической геометрии, на таком высоком уровне, что довольно сложно это как-то упростить и подавать на студентам. Но в компьютерной графике они неотъемлемой частью являются всех пакетов программных библиотек. Можно много найти их реализаций, а вот материалов, доступно излагающих, что это такое, дающих какие-то интерпретации, очень мало. Так что основная задача это объяснить, что такое координаты Плюкера и научиться с ними работать. Однородные координаты для точки мы выяснили, как можно ввести. В основном во всех пособиях их вводят и на них и останавливаются. Их преимущество в том, что мы сразу же сможем отличать конечную точку от идеальной, лежащей в бесконечности, или по-другому мы сможем отличать радиус-вектор, который указывает на точку, от вектора свободного, который указывает направление. У радиус-вектора последняя координата в однородном виде всегда будет единица, а у направления 0, и просто по виду компонент мы можем отличать вот эти два разных вектора, которые при записи в обычном декартовом пространстве неотличимы в компонентах. То есть мы должны обязательно указывать дополнительно, что мы подразумеваем свободный вектор, или мы подразумеваем радиус-вектор. С прямой же гораздо менее наглядное представление получается. Прямую в однородном виде записывают через координаты Плюкера в разных терминах причем. В тех терминах, которые мы используем, используется понятный всем направляющий вектор и менее понятный вектор, который называется моментом прямой. Момент прямой определяется через точку и направляющий вектор, на следующем слайде будет, и естественным образом связывается с направляющим вектором вот таким соотношением. Это скалярное произведение. Это соотношение называется условием Плюкера. Оно, в принципе, квадратично. То есть это гибридическое выражение, где перемножаются компоненты В и М. И получается, что прямая описывается хотя и шестью параметрами, но на них наложено квадратичное соотношение. И параметры ограничиваются четырьмя по сути. То есть не всякие шесть чисел задают прямую. Обязательно должно выполняться вот это условие. В других терминах, когда вводятся координаты Плюкера, откуда берется это соотношение, довольно сложно выяснить. Получается в результате алгебраических манипуляций. А вот в таком виде, где мы вводим именно момент как отдельную величину, оно довольно естественно. Если покопаться в литературе, откуда такая терминология возникла, то находим её в теории винтов, в винтовом счислении. И вот пара ВМ в отрыве от какой-то прямой называется дуальным вектором. И в теории винтов как раз изучается этот дуальный вектор. И вводятся специальные даже произведения. Пока трогать не будем. И плоскость. Но нормальное уравнение плоскости проще, потому что это в принципе обычное уравнение плоскости, общее и в аналитической геометрии в стандартном курсе оно есть. Стоит обратить внимание на запись. Точка в круглых скобках обозначается. Обычный радиус-вектор обозначается буквой без стрелки. Радиус-вектор или вектор направления в проективном пространстве со стрелкой. Прямая записывается в фигурных скобках. Плоскость в квадратных скобках. Отделяется проективная часть от обычной чертов вертикальной. И для каждого объекта существует процесс нормировки. Для точки это деление на последнюю координату. Для прямой это деление на норму вектора В. Для плоскости деление на норму вектора Н. В такой записи В и Н считаются единичными. Подробнее про координаты Прюкера прямой. Момент можно определить двумя способами. Самый естественный это определение его как умножение некоторого радиуса вектора точки прямой на направляющий вектор. Довольно неочевидно, но момент не зависит от выбора точки. Мы можем выбрать любую точку прямой и при этом получить одинаковый момент. То есть момент характеризует прямую в целом, вне зависимости от точки, к которой мы его прикладываем. Второй способ записи. Да, это способ позволяет записать уравнение прямой в координатах Прюкера. Если мы знаем направляющий вектор и точку. То есть если у нас есть параметрическое уравнение прямой. А если у нас есть две точки, то координаты Прюкера записываются вот таким образом. Можно это показать. Ну первая часть очевидна, а вторую можно доказать довольно просто. Если у нас прямая проходит через начало координат, то есть одна из точек это начало координат, то момент прямой равен нулю и прямая естественным образом задается через направляющий вектор исключительно. Если у нас координаты точек заданы в проективном виде с не единичным весом, то уравнение, не уравнение, а запись прямой в координатах Прюкера выглядит следующим образом. Это ненормированная версия. Для нормировки мы должны найти норму направляющего вектора и поделить обе части на эту норму. И направляющий вектор, и момент, который здесь записан. Тогда мы получим нормированное уравнение и можем перейти к его визуализации. Ну не уравнение, а компоненты Прюкера, координаты Прюкера. Интересно, что таким способом можно описывать несобственные прямые, то есть прямые, которые, да, я про них не сказал. Если мы переходим от плоскости на плоскости проективность, все несобственные точки формируют несобственную прямую. Она там одна единственная. И моделировать ее можно через окружность, которая где-то на бесконечности находится. А если мы переходим в пространство, у нас кроме точек появляются прямые плоскости, и несобственных прямых становится бесконечное количество, и можно их моделировать уже как большие окружности на сфере, тоже в бесконечности находящихся. Поэтому у нас появляется несобственная прямая, которая характеризуется тем, что направляющий вектор у нее ноль, чего нет уже в обычной эвклидовой геометрии. Если у нас направляющий вектор ноль, то у нас просто точка некоторая получается. А здесь момент не равен нулю, а направляющий равен нулю, и тогда у нас получается прямая несобственная. Это очень хорошо согласуется с тем, что она проходит через несобственные точки. Если мы подставим несобственные точки с нулевыми координатами V вот в это выражение, то получим как раз вот это выражение. Координаты Плюкера позволяют вычислить расстояние от начала координат до прямой, то есть длину перпендикуляра. Непосредственно вот так. То есть норма момента делена на норму вектора направляющего. Если вектор направляющий нормирован, то просто получается норма момента. То есть момент определяет, момент служит, его норма служит тем, чем является для плоскости D число. И для прямой тоже число D, когда мы прямую записывали на плоскость. Если мы хотим от произвольной точки найти расстояние, то выражение усложняется и превращается вот в такое. Чем проективная геометрия, какое преимущество дает на практике? Например, когда мы изучаем положение трёх плоскостей в пространстве, у нас всего шесть случаев в обычной геометрии, а в проективной фактически один. Все прямые всегда пересекаются. Если они параллельно, они пересекаются в несобственной точке. Есть они, например, на первом рисунке две плоскости параллельно, одна их пересекает. Но так как она пересекает их по параллельным прямым, эти параллельные прямые пересекаются, соответственно, в несобственной точке, следовательно, все три плоскости содержат эту несобственную точку. Также обстоит дело и с вторым рисунком. Там тут три прямые пересекают параллельно и пересекаются тоже взаимно параллельно и пересекаются в одной несобственной точке. Значит, и все прямые, все плоскости тоже пересекаются в этой точке. На четвёртом рисунке также, на третьем они пересекаются по несобственной прямой. То есть у нас вот такая схема вырисовывается. Мы можем определить, по какой точке пересекаются. Если она несобственная, то изучаем уже взаимное положение плоскостей и находим прямые, по которым они пересекаются. Если прямые несобственные, значит, они параллельны или совпадают. Если они совпадают, то мы, соответственно, видим, что у них в проективном виде у плоскости последняя координата равна друг другу для всех трёх плоскостей. Вот так представляется точка в проективных координатах для трёх плоскостей. То есть если три плоскости пересекаются в конечной точке, она будет вычисляться вот таким образом. Последние четвёртые координаты служат смешанное произведение всех нормалей. Если смешанное произведение ноль, мы получаем несобственную точку. Если же не ноль, то собственную, и можем её вычислить однозначно. Ортернативный способ, более знакомый всем, это решение просто системы уравнений. И естественным образом получается, что определитель главной системы равен смешанному произведению. По свойству, в принципе, по определению смешанного произведения она совпадает с этим определителем. Но в таком виде мы не сможем дальше изучать. Мы определим, например, что определитель главный равен нулю, и всё, дальше у нас нет инструментов, чтобы выяснить, как плоскости между собой. Уже по две штуки, как они ориентированы. В таком подходе у нас есть такая возможность. Можно вывести формулу для прямой, по которой пересекаются две плоскости уже. Третью мы не рассматриваем. И опять, эта формула универсальна. Если у нас несобственная прямая, то у нас просто n1 на n2 векторном умножении будут давать ноль, нулевой вектор. А момент будет не нулём. Дальше мы можем проверить d1 и d2. Если они совпадают, то плоскости тоже совпадают. Если разные, то они параллельны. То есть одна формула нам даёт все варианты. И преимущество в том, что мы не делим на ноль. Мы вот это число просто вычисляем, а дальше мы его можем проверить. То есть в формуле не участвует явно операция деления. С точки зрения программирования это преимущество. Ну и в принципе все плоскости в пространстве, именно в проективном, пересекаются. Просто прямая разного типа бывает. Зная вот такую вот формулу для двух плоскостей, можно изучить уже взаимное положение трёх плоскостей. Тут приблизительно, ну не точная схема дана, как это делается. Я не буду её озвучивать. Более интересно поговорить о взаимном расположении прямых. Надо сказать, что с вычислительной точки зрения это довольно проблемная задача, потому что здесь неустойчивость есть. Две прямые пересекаются только в случае, если они лежат в одной плоскости. Хоть небольшая погрешность нарушает их расположение в одной плоскости, и вычисления могут привести к тому, что они не будут лежать. То есть, если вычисления точные, символьные, у нас будет получаться действительно, что они лежат, но из-за погрешности вычислений с плавающей точкой этот алгоритм получается нестабильным. К счастью, в задачах графики таких ситуаций немного бывает, потому что в основном ищут пересечения прямых с плоскостями. Но задачу можно решать и для прямых. В плюкеровском виде вводят такую величину, как взаимный момент. В теории винтов этот взаимный момент вычисляется как отдельная операция и равен вообще дуальному числу. И ещё он имеет смысл угла, тоже выреженного в дуальном виде. То есть, это как бы вот часть из теории винтов. Далее мы можем по взаимному моменту узнать, находятся ли прямые в одной плоскости. Параллельность просто по векторному произведению выясняется или по соотношению компонент, но я все формулы старался приводить именно в бескомпонентном виде. Если прямые скрещивающиеся, то момент не будет равен нулю, будет или больше или меньше, в зависимости от знака можно найти ориентацию прямых. Правый поворот это или левый. Далее можно вычислить расстояние общего перпендикуляра, то есть, длину общего перпендикуляра для скрещивающихся прямых и проективный вид прямой. То есть, в однородных координатах, координатах Плюкера можем вычислить прямую, которая содержит взаимный перпендикуляр. Вот здесь участвует выражение для... Если его убрать модуль сверху, то мы просто получим радиус-вектор. Когда модуль добавляем, мы длину этого радиус-вектора получаем. Точнее, не радиус-вектора, а длину вектора П1-П2, где П1-П2 основание перпендикуляра. Некоторые еще другие формулы. Если у нас есть плоскость и прямая, то их пересечение находится вот в таком виде. Если у нас есть две прямые, то их пересечения... Да, и они пересекаются, то есть, взаимный момент равен нулю, то их пересечение или в таком, или в таком виде находится. Если у нас есть точка и прямая, то через них можно провести плоскость. Уравнение плоскости записывается в таком виде. В каждом из этих уравнений участвует переменная В, которая не обязательно равна единице. Это важно, потому что в результате преобразований часто происходит выход из проективной плоскости, проективного пространства, которое через единицу проходит. И нужно возвращаться туда, чтобы получить адекватные координаты в декартовом пространстве. И мы всегда можем нормировать. Если у нас есть две прямые, и они пересекаются, то через эту точку пересечения можно вот так найти по этим формулам. А, я там оговорился. Здесь не точка пересечения, а плоскость, которая проводится через две прямые. Будь то они могут быть и параллельные, и пересекающиеся. А здесь именно вычисление точки. И напоследок еще про принцип двойственности. Это важнейший принцип проективной геометрии. В принципе, изложение проективной геометрии начинается с того, что рассказывается про принцип двойственности. Он заключается в том, что если заменить во всех утверждениях слово точка на прямая, это на плоскости. То есть, если у нас плоскость, там у нас есть точки и прямые. Между ними есть двойственность. Вместо точка лежит на прямой, используют, или прямая проходит через точку, используют термин инцидентность. То есть, прямая и точка инцидентны. Это делается, чтобы не заменять каждый раз во всех формулировках точка лежит, на прямая проходит. А слова точка и прямая взаимозаменяемы. И вот если сделать такую замену, все формулировки теорем сохраняют свою истинность, и мы получаем бесплатным образом дополнительный набор теорем. В проективной геометрии в пространстве дело усложняется тем, что непонятно, чему двойственно прямая. И для каждой прямой есть двойственная. В аналитическом виде это все записывается в виде таблички. Точка и плоскость двойственны, и мы можем заменять точку на плоскость, у которой совпадают. Фактически нормальный вектор плоскости совпадает с радиус-вектором точки. Четвертая компонента точки совпадает с расстоянием от нуля до плоскости. Прямая имеет двойственную, где момент и направляющий вектор меняются местами. И третья строка таблицы это, по сути, первая перевернутая. Также можно такой треугольник нарисовать, чтобы было понятно, почему тут прослеживается двойственность. Если мы будем увеличивать размерность пространства, то мы будем получать, что точка в одномерном пространстве описывается одним параметром, одним числом. В двухмерном пространстве прямая описывается одним числом, точкой двумя. И в трехмерном, это именно в проективном пространстве, в трехмерном проективном пространстве, в модели, точнее в модели проективного пространства. То есть для того, чтобы описать, вот здесь у нас три соответствует, размерность пространства три соответствует проективной плоскости. В проективной плоскости у нас прямая описывается тремя параметрами, точка тремя параметрами, то есть тремя компонентами. А плоскость, естественно, одним, потому что она совпадает с самой проективной. Размерность пространства проективного моделирует, ну, проективное пространство, трёхмерная моделируется в декартовом четырёхмерном. То есть тут вот указана именно размерность моделирующего пространства, то есть декартового пространства. И в декартовом четырёхмерном у нас прямая в координатах Плюкера как раз имела шесть компонентов. Плоскость четыре, три компонента нормального вектора и один D, это расстояние от нуля до плоскости, а точка имела четыре, X, Y, Z и V. Вот такой треугольник поясняет в принципе, почему работа и двойственность, и почему прямая двойственна другой прямой, потому что она как бы в этом треугольнике по центру. Ну на этом всё, спасибо за внимание. Могу на вопросы ответить. Таблицу я не полностью осветил, тут таблица больше формул. И сама таблица тоже больше, сейчас я покажу современный вариант. Это вот текстовой вид того, что я рассказывал. Компоненты Плюкера ещё вот в таком виде задаются, через определители. Это другие термины, и здесь немножко не согласуются, ну точнее оно согласуется, но не прямым образом, там надо проводить преобразование, чтобы перейти от момента и направляющего вектора вот к таким координатам. Сейчас таблицу ещё покажу в полном виде. Вот таблицы не было на слайде вот этой формулы, ФБ, и ещё несколько отсутствовало. ФА ещё отсутствовало. ФБ и ФА, это дополнение. А сама таблица есть вот в этой книге. Но в этой книге нет доказательств формул из этой таблицы. Есть некоторые пояснения, но доказательства он опускает. Так что доказательства были все получены самостоятельно. Я не скажу, что это что-то сложное, но около 20 листов исписать пришлось. Вот эта таблица. Здесь цветом он дополнительный, автор дополнительно ещё показывает, какие формулы двойственны. Вот. Но нет доказательств. То есть вот он приводит однородные формулы и даёт только пояснение без выводов. Вот. Только поясняет, как можно вот это доказать. Всё. На этом заканчивается. Дальше преобразование люкеровских координат. Всё. Теперь всё уже точно. Спасибо, Мигран Нельсонович. Может быть, сразу у кого-то есть либо вопросы, либо замечания, то я попрошу. Господ присутствующих и товарищей присутствующих обратиться. Все переваривают сказанное. Мигрант, скажи, пожалуйста, чтобы внимательно проживать всю эту механику, всю эту алгебраистику, которую ты рассказал, нужно, наверное, раза два прочесть внимательно и, может быть, даже своими руками проделать. Но это ведь та часть, которую можно назвать языком того предмета, который ты рассказываешь. И этим языком ты пользуешься для того, чтобы студентов научить. Вот можно комментарии, чему ты их учишь с помощью этого очень удобного, видимо, для преподавания, но несколько непривычного для нас, людей, которые учились в математике после середины прошлого века, вот этому языку. Что с помощью этого языка удобно рассказывать? Задачи, их решение теоретическое, их решение алгоритмическое и иллюстративные какие-то вещи. Можешь сказать что-то по этому поводу? Ну вот скорее алгоритмическое, потому что, если посмотреть на таблицу, здесь операции деления нигде нету. Вот только в последнем блоке появляется, но в тех случаях, когда точно не будет нуля. Дело в том, что можно спрятать все проверки в структуру данных. То есть, если мы введем структуру данных, назовем ее прямой... Когда ты говоришь, можно спрятать, что это значит? Что автор пишущий прячет это или... Нет, автор программы, если мы хотим программно реализовать задачу, например, по нахождению точки пересечения плоскости и прямой, или нахождение точки пересечения прямых, трех или двух, не прямых, а плоскостей. Если двух плоскостей, то прямой. И там в каждом случае при обычном подходе будут вырождены случаи, когда плоскости параллельны, когда прямые параллельны, прямые скрещиваются. У меня есть и три плоскости, еще больше вариантов, шесть вариантов, как я говорил. Каждый вариант в тексте программы надо расписывать отдельно. Если традиционный язык. Да, да, то есть каждый раз делать проверки, вычислять какие-то величины, проверять их на равенство нулю с некой погрешностью, естественно, потому что там неточные вычисления. А если мы реализуем объекты плоскость, прямая и точка в виде однородных компонент, то у нас становится возможным представить, например, такую абстрактную вещь, как несобственная прямая. То есть что-то, находящееся на бесконечности, и по этой прямой пересекаются параллельные плоскости. То есть у нас получается, что программа рассчитывает пересечение плоскостей и выдает нам ответ в виде несобственной прямой. Деление на ноль нигде не происходит, никаких проверок делать не нужно. Проверка только в том случае, когда нам нужно визуализировать. То есть если мы получили несобственную прямую, мы, естественно, не можем нарисовать, она где-то в бесконечности, или можем, если, например, какую-то картину отображать, пытаемся, ну, в зависимости от целей, которые перед нами стоят. То есть мы получаем набор объектов, которые полностью соответствуют тому способу, с помощью которого мы хотим визуализировать реалистично окружающий мир. То есть мы формализуем то, что понимают художники, инженеры, которые чертеж делают под перспективой. То есть у нас все объекты, которые они используют, математически формализованы. Там у них горизонт, например, это фактически есть несобственная прямая. Горизонт, точка схода, это точка несобственная на этой прямой. Вот все эти инструментальные вещи у нас получаются математически формализируемые, мы можем их использовать для визуализации. Уже без ветвлений вот этих, которые при обычном подходе возникают. Вот, наверное, как-то так. А основной стимул, это то, что я везде читал, что это активно используется, что без этого сейчас ничего не делают. На конференциях выступающие на это делали акценты. И поэтому понял, видимо, что этому надо обучать, чтобы потом люди могли... Чтобы облиться в коллектив практикующих программистов. Хорошо, скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Может быть, я тороплюсь, но он двойственный. С одной стороны, это необходимый понятийный аппарат. Это не только язык, но это и набор понятий. Некий формализм. Вот по опыту работы со студентами. Насколько успешно усваивается этот понятийный аппарат, этот язык? И насколько... Это первый этап. И насколько успешно он применяется при решении каких-то лабораторных, иллюстративных, модельных или каких-то еще задач. Вот что... Какой опыт практически общения со студентами ты извлек? Что здесь наиболее сложно, что здесь наиболее просто? И самостоятельно они, видимо, это вряд ли смогут освоить быстро и сами. Ты им помогаешь, но насколько успешно они проходят этот путь? Ну, пока у меня опыт только с дипломником одним. И как они? Ну, у него сложности в освоении чего-то, с помощью чего можно трехмерные картинки строить. То есть он, в принципе, понимает все вот эти вот определения. Вот, когда я сам разбирал эти формулы, я, в принципе, их разбирал вместе с ним. То есть мы сидели и смотрели, разбирались в выводе, и он это вот все в диплом себе занес. Вот. И, в принципе, он говорит, что ему понятно. И для плоскости он сам уже реализовал какие-то вещи. На плоскости попроще, естественно, задачи, но, в принципе, в тех же терминах. Там можно с помощью этой терминологии, например, определять, пересекает ли прямая набор... Любой многоугольник можно задать набором точек и выяснить, пересекает прямая этот прямоугольник или мимо него идет. По какую сторону от точки лежит прямая? Вот такие задачи. Вот с ними он справился вполне себе успешно. А так я буду на следующем году это пытаться рассказать. И сейчас я хотел кое-что показать. Именно где это применяется? Вот первое применение. Да, вообще это еще используется в том, чтобы записать вращение в матричном виде вместе с перемещениями. То есть у нас матрица вращения превращается в 4 на 4 матрицу и к ней добавляется вектор трансляций в виде четвертого столбца. и используется это в частности в робототехнике. Вот это простейшая задача манипулятор из двух звеньев. Определение его положения по углам это задача робототехники как раз. И все делается именно в проективных координатах. Хотя казалось бы, задача совершенно не требует этого на первый взгляд. Но если мы переходим в трехмерный вариант, то это уже понятно становится, что обязательно. Интересно, если я решаю задачу о двумерном маятнике, в своем традиционном представлении, как я привык, я это выписываю через какие-то соотношения длин, привязываю начало к концу предыдущего и прочее. Здесь эти записи выглядят иначе, да? Да, там они используются. Сейчас я книжку найду, выставлю, сейчас покажу. Сейчас, одну минуту. Вот можно ли в качестве иллюстрации для будущего, ну скажем, для меня лично, как выглядело бы решение о двойном маятнике? Пусть даже плоском, не обязательно пространстве. Ну, в плоском, я не думаю, что здесь какое-то преимущество. Ну, вот такие формулы выписываются. Вот такое. То есть, находится композиция матрицы. Причем получается механическое действие, то есть, мы находим нужное количество композиций и сразу получается. Если правильно записал, то дальше формальное действие. Да. Вот так записываются синусы от многих углов, то есть, через индекс и косинусы. И получается, что просто перемножением четырехмерных матриц мы получаем текущее состояние системы. Причем шарниры рассматриваются и в одной плоскости, и в трех плоскостях, у которых крутятся. И еще вариант шарниров типа стержня, который выдвигается, но это я не разбирал. И плюс еще второе применение. Это проекции различные. Вот простые проекции типа изометрической, вот такого типа, тоже делаются вращением в однородных координатах. Отсечение невидимых граней привлекает здесь ориентированную площадь. Вычисляется ориентированная площадь грани, и если она положительная, грань видна. Если отрицательная, грань не видна. И мы можем ее... Это вот картинки я рисовал самостоятельно, то есть программным образом. Если... Преимущество вообще всей этой математики в том, что если мы получили формулу, дальше ее применение элементарно. То есть мы, по сути, ее просто программируем, и она работает очень надежно. Из подводных камней не встречается. Практически, да. Вот, например, это другая проекция, вот изометрическая. То есть это все плоская картинка, но изометрической проекции. И самое важное... Вот, кстати, вот картинка из учебника по рисованию, по сути. То есть вот это мы моделируем по математикой. Вот такой способ рисования, который именно как прием набор каких-то методов прикладных, как проводить линии, как проводить ребра, закрашивать. И это применяется, я еще эту часть не доделал, в управлении камерой. То есть у нас есть некая сцена, и мы хотим на нее с разных сторон смотреть, чтобы управлять этой камерой. Опять-таки, используются проективные координаты, и преобразование уже не... Нельзя выразить линейно. Нельзя выразить в виде афинного преобразования. То есть здесь уже именно проективное преобразование. То есть эта матрица 4х4 не сводится к афинному преобразованию. Здесь она именно проективная, и в конечном счете вот такая матрица получается. И с этим столкнутся, например, студенты, если они потом пойдут работать и изучать какой-нибудь стандарт для графики типа OpenGL или Vulkan. Там прямо из Азов, когда начинаешь его изучать, там про эту матрицу рассказывается. Даже термин есть латинский frustrum. Здесь я еще не доделал этот раздел довольно долго. Тут именно объем в разных терминах и величинах, которые надо понимать, что означают. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Натальевич. Еще какие-то вопросы, замечания есть? Может быть, Дмитрий Сергеевич что-то скажет? Ну, это очень полезная вещь. Еще вспомнить, что такими вещами занимался гражданин Гаспар Мондж. Очень успешно. И для чего он этим занимался? Так что хочу обратить внимание, что у нас основные операции тут сложение и умножение без деления. Сложение и умножение можно очень эффективно реализовать на достаточно слабых контроллерах. Таким образом мы можем использовать данный формализм для реализации навигации в лесной промышленности. лесной до тополь ясень навигация тополь ясень но вот когда тополь взлетает из Кенигсберга и движется в сторону скажем Лондона ему же нужно какое-то время ясень делает что? ясень на Париж летит спасибо если другие товарищи или господа не имеют вопросов и замечаний то наверное на этом мы можем закончить спасибо большое в этом ракурсе я извиняюсь конечно институт который готовил специалистов для Королева назывался да и сейчас называется лесотехнический техникум так вот чем он занимался этот лесотехнический он и сейчас этим занимается ну уже меньше но ясно просто брат моей жены закончил но никогда не признался чем он там занимался вот поэтому у нас все лесное да 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 даже буратино этот деревянный да этот деревянный да ну вот все спасибо очень интересный рассказ омигран Нельсинович единственный недостаток конечно то что он считает своих слушателей слишком умными надо как-то снижать планку к слушателям ну а так все очень хорошо спасибо спасибо до свидания до свидания до свидания спасибо всем до свидания было очень интересно до свидания Продолжение следует...